Первый день работы для Алексея Половинкина совпал с днём основания отделения ультразвуковой диагностики. В начале 90-х он пришёл в онкодиспансер, где принял участие в создании первого кабинета УЗИ и формировании отделения. Сегодня здесь принимают по 500 пациентов в день. Ультразвуковая диагностика развивается таким образом, что изначально смотрели на ней какие-то паренхематозные органы. 30 лет назад печень, поджелудочная, поверхностные структуры, щитовидная железа. А сейчас практически уже всё меньше и меньше каких-то отделов медицины и организма, куда бы ни проникала ультразвуковая диагностика. Многие методики в онкодиспансере внедряли с нуля. Сегодня специалисты отделения имеют ряд уникальных технологий. Так медики могут провести УЗИ прямо во время операции на открытых органах. Благодаря методикам ультразвука в онкологическую практику были внедрены прицельные биопсии опухолей. Таким образом стало возможно ставить точный диагноз при онкологиях внутренних органов без хирургического вмешательства, как это было 30 лет назад. Шприц набирается индикатор. Он вводится в образование, в опухоль непосредственно для того, чтобы обнаружить лимфатический узел. А УЗИ помогает тем, что мы под контролем УЗИ выводим это образование злокачественное, выводим его на экран. И под контролем УЗИ вот этот вот индикатор мы вводим непосредственно в опухоль. Ультразвуковая диагностика не несет лучевой нагрузки для пациента. К тому же она помогает хирургам удалять опухоли радикально. Так, например, при лечении рака молочной железы внедрение УЗИ позволило увидеть новообразование до 5 мм, которые невозможно обнаружить руками. Нам наши коллеги помогают в операционной, потому что у нас бывает в процессе оперативного вмешательства могут возникнуть какие-то внештатные ситуации. То есть нужно посмотреть, насколько распространено образование. Допустим, удалился нужный нам участок из молочной железы или не удалился. Вот в этом случае мы даже приглашаем коллег, они к нам любезно приходят на помощь даже в условиях операционных. То есть даже не нужно отправлять в отделение ультразвуковой диагностики. То, что 30 лет назад казалось недостигаемым, теперь благодаря ультразвуку стало обычной практикой. Сегодня 90% первичной визуальной информации о пациенте дает именно УЗИ. Полина Бурнашова, Сергей Седых. Новости.